Денег в кинематографе По ссылке в описании или по всплывающей подсказке сверху Сегодня же мы поговорим про лучшие фильмы среди тех, что провалились в прокате И нахождение в этом списке некоторых картин может вас удивить Пока мы не начали, вы можете поддержать нашу работу своим лайком под этим видео и подпиской на канал А еще вы можете подписаться на наш телеграм-канал по ссылке в описании А теперь, поехали! Вон те трое Три фашиста, три веселого друга Экипаж, машина боевой А кто третий? Решки Решки Штальберг Штальберг И Гугу фон Лауниц Инженер из Людганзы Шпион Традиция включать в свои топы хотя бы один отечественный фильм В последнее время как-то заглохла Но тут появился отличный кандидат, о котором можно поведать Честно говоря, давно хотелось рассказать про этот российский фильм Потому что на самом деле он классный и интересный Не выдающееся кино, конечно, но работа достойная, а со скидкой на то, что фильм отечественный даже хорошая И вот тема топа как раз подходит При бюджете почти в 200 миллионов рублей прокат принес всего 135 миллионов Картина выполнена в сеттинге Дизельпанка, что само по себе уже интересно Хотя элементов этого стиля далеко не так много, как хотелось бы Это экранизация книги Бориса Акунина «Шпионский роман» Сюжет которого протекает весной 41-го года и крутится вокруг противостояния германской и советской разведок В главных ролях Данила Козловский и Федор Бондарчук Приятное атмосферное приключенческое кино Тебе присматриваются, Артур Твое имя часто всплывает В каких кругах? В швейном кружке моей мамы Я сержант Черного Легиона, идиот В каких кругах, по-твоему? А теперь расскажи мне про девушку Люси Викинга по прозвищу Седобородой И повстанческие росписи на стенах Повесть, что ли, пишешь? Рассказывай В подробностях Меч Короля Артура Один из самых обсуждаемых блокбастеров последних лет Фильм, снятый Гаем Ричи Получился во многом неудачным С большим списком проблем и недостатков Самая большая проблема в чудовищно маленьких сборах При гигантском бюджете в 175 миллионов Картина заработала в прокате меньше 150 Колоссальный кассовый провал Один из самых серьезных в истории кино Хотя назвать фильм плохим трудно Пускай фильм и вышел противоречивым Тем не менее он продемонстрировал Интересную и оригинальную вселенную Показал интересного главного героя И оригинальные ходы Потенциал у фильма был очень большой Заделом на зрелищную и увлекательную фэнтезийную франшизу Про короля Артура, рыцарей круглого стола и занимательную магию Двести Сто восемьдесят Двести Это же торги, почему только я меняю свою цифру? Сто восемьдесят пять Я услышал двести От себя самого, ага Ты сказал двести Если я это сказал, то я попугай Хорошо, сто девяносто пять, последнее предложение Сто девяносто пять по рукам, плюс налог с продаж, это у нас сколько? Двести Гениально, занесите назад Звездная пыль Фэнтезийный приключенческий фильм 2007 года, который основан на одноименном романе Нила Геймана 70 миллионов бюджет, 138 миллионов сборов Вообще, не так плохо Но все равно фильм считается кассовым провалом Сюжет разворачивается в альтернативной Англии, где неподалеку от маленькой деревни есть стена Отделяющая наш мир от волшебного королевства Штормхолд Автором сценария и режиссером выступил Мэтью Вонг Ведущие роли исполнили Чарли Кокс, Клэр Дейнс и Мишель Пфайфер Много экранного времени у Роберта Де Ниро В целом, у авторов получился один из лучших фэнтезийных фильмов с хорошим юмором Прекрасным набором актеров С отличной историей, великолепной постановкой, эффектами и музыкой Уже этот фильм точно заслуживает высоких сборов Миссия Сиренити Наверное, в 2005-м эта картина в жанре космического вестерна была обречена на провал 39 миллионов бюджет, 40 сборы Сиренити – это шедевр Точнее будет сказать, что сериал «Светлячок» шедевр А фильм выглядит больше, как еще одна серия этого сериала, призванная завершить историю Да по сути, кино так и задумывалось Боссы студии «Фокс» не давали Джоссу Уидону делать свой проект так, как он хотел И всячески вставляли ему палки в колеса Они просто не знали, что делать с этим сериалом И хотели побыстрее от него избавиться Ради этого серии даже пускали в эфир в разнобой Сериал прикрыли прямо во время съемок одного из эпизодов Но проект заработал большую фанатскую базу Поэтому боссы выделили денег на полнометражный фильм Главным достоинством которого, как и сериала, являются невероятная атмосфера И потрясающий актерский состав Конец этого мира, тем более такой безрадостный, настоящая трагедия нулевых Интересно Я слышал, что ты чрезвычайно невероятно опасен Бери меня в заложника Что? Бери меня в заложник Ты сумасшедший Джон Картер Дисней могут позволить себе поэкспериментировать с большими бюджетами Поэтому колоссальные 250 миллионов Выделенные на фантастический боевик По мотивам известного романа Эдгара Бироуза Никого особенно не удивили А вот оглушительный кассовый провал Всего 284 миллиона сборов удивил Такой результат связывают с рядом факторов Основным из которых называют вторичность Забавно, что те картины, с которыми сравнивают диснеевский блокбастер Сами вдохновлялись придуманными Бироузом, ходами и находками Но вышли они куда раньше Джона Картера На деле же картина очень даже неплохая Книга как-то обошла стороной Но экранизация увлекает и завораживает своей атмосферой Найти недостатки там нетрудно Но достоинства явно перевешивают Однозначно можно сказать, что фильм не заслужил такой печальной судьбы «Хранитель времени» Номинированный на Оскар Приключенческий фильм Мартина Скорсезе С впечатляющей графикой Интересным, хоть и слегка затянутым сюжетом И двумя не самыми хорошо играющими детьми в главных ролях Хлоя Грейс Морец и Эйса Беттерфилд Также в касте Бен Кингсли и Саша Барон Коэн Небольшие роли исполнили Кристофер Ли и Джуд Лоу Бюджет целых 170 миллионов долларов Но все старания авторов никак не окупились финансово Всего 185 миллионов сборов Зато с художественной стороны картина очень хороша Финал ленты и вовсе выше всяких похвал Это фильм про кино, про любовь к кино и про историю кино Неудивительно, что «Хранитель времени» получил 11 номинаций на Оскар Пускай и выиграл только 5 и совсем не основных А еще стоит отметить российский дубляж В очень негативном свете Потому что это один из самых отвратительных дубляжей Которые только случались в отечественном прокате Тотальный провал студии Ты же знаешь, кто я? Да Ты тот, кто ест рис Что это? Дерево А, никогда не видела деревьев Красивое Только мертвое Бегущие по лезвию Причем не окупились обе части Хотя фильм 2017 года и собрал в прокате 260 миллионов Но с бюджетом 150 это однозначная неудача Тем более никто не знает, сколько еще потратили на рекламу Первый фильм стоил 28 миллионов и заработал всего 33 Мир бегущего по лезвию Один из самых необычных и мрачных миров в кинематографе Оба фильма франшизы демонстрируют недалекое будущее Неоновые фасады домов, летающие машины, человекоподобные роботы-репликанты и всякое другое По праву, это один из самых красивых миров, показанных на экране когда-либо Особенно хороша версия Дэнни Вильнёва С технической стороны Справедливости ради бюджет у него был куда больше, чем тот, что был у Ридли Скотта в 1982 Да и технологии за столько лет серьезно продвинулись Но это уже не так важно Канадский режиссер сотворил настоящее произведение искусства Завораживающие планы, превосходные декорации и уникальный цветокор Но зрители не особо оценили ни его старания, ни работу Ридли Скотта над первой частью Ну насчет школьницы ты особо никому не трепи Эй, ты меня знаешь? Главное, не говори моей сестре Ты меня знаешь? Кому ты пишешь? Школьница? Ужас, Скотт Все неправда Кто тебе сказал? Уолис? Кто? Уолис, ну и трепло Ты меня знаешь? Уолис! Отдельным пунктом вынесем целый ряд отличных фильмов Некоторые из которых, так и вовсе замечательные Которые провалились в прокате, но про которые мы уже рассказывали в наших топах Про Скотта Пилигрима, Запрещенный прием и Облачный атлас Можно посмотреть в топе уникальных фильмов Восхитительную последнюю фантазию можно найти в топе фильмов по играм Воин с Томом Харди есть в топе лучших фильмов по мнению зрителей Много их, хороших фильмов с печальной судьбой Все и не упомнишь Комментарии под видео открыты И там можно вспомнить те картины, которые по каким-то причинам не включены в этот топ А зачем таким, как мы с тобой, знать, что такое дюэ? Это необходимо для выживания? Как умение добывать пищу? Нет И кто же мы? Мы просто потребители? Правильно! Потребители! Мы одержимы внешней атрибутикой преуспевания Бойцовский клуб Неожиданно, правда? Культовое кино, стоившее студии 65 миллионов долларов В США собрало всего 37 миллионов По миру, правда, ситуация чуть лучше Хотя тоже далеко не фонтан Общие сборы на конец 2020 года составляют 100 миллионов с копейками Бойцовский клуб Это экранизация одноименного романа Чака Паланника С Эдвардом Нортоном и Брэдом Питтом в главных ролях Срежиссировал фильм Дэвид Финчер Конфликты со студией начались у постановщика еще на стадии разработки фильма А на предпоказе для руководства это самое руководство Было, мягко говоря, в шоке От того, каким именно получился фильм Выход картины в широкий прокат Также не обошелся без скандалов И всевозможной критики со всех сторон Но невысокие сборы были вызваны не только большой критикой Но и в целом некоторым неприятием Такой необычной истории со стороны зрителя Спустя годы картина все-таки заняла свое положенное место В списке лучших фильмов в истории Но повлиять на кассовые сборы уже нельзя Побег из Шоушенка Еще более неожиданно Лучший фильм в истории по мнению пользователей и Кинопоиска и АМДБ Собрал всего 28 миллионов при производственном бюджете в 25 Лента повествует о жизни заключенного в американской тюрьме Да, скудноватое описание Но сюжет настолько качественно проработан Что либо описать его одной фразой Либо расписывать целиком Наверняка многие из зрителей этого топа даже не видели сам фильм Хотя слышали о нем Посмотреть его точно стоит Иначе теряешь очень многое Пускай назвать это кино однозначно лучшим сложно Но в список десяти лучших он войдет однозначно В основу сюжета легла повесть Рита Хейуорт и спасение из Шоушенка Стивена Кинга Автором сценария и режиссером выступил Фрэнк Дарабонт Который впоследствии снимал и Зеленую миль Главные роли исполнили Тим Робинс и Морган Фримен Примечательно, что попав в семь номинаций на Оскаре Шоушенк не взял ни одной статуэтки В том же 94 году вышел Форест Гам Большое спасибо, что посмотрели этот топ Ставьте лайк, если он вам понравился В комментариях вспоминайте и другие отличные, но провалившиеся фильмы Их так много, что все в десятку не уместишь Да и не упомнишь все Обязательно подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые ролики Подписывайтесь на наши соцсети по ссылкам в описании Всем добра и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok